Здравствуй, зритель! Продолжаем прохождение визуально на вылазайчик. Остановимся на том моменте, что сыграли в ничью с сестрой в Дэнди, не променяли братву, и вышли с этой самой братвой готовить пранк. Собственно говоря... Полетели? Нечто птички маски тарачилось на меня. У-у! До самых костичек! Голос был точь-в-точь бяшен, но за перьями и картоном тылилась вся некто иной. Я рвнул торочно, но у меня сигнули на гайкой. Существом маски лишь притворялась бяшень, чтобы выманить меня. Я обижался всех ног, утопая в снегу. Дом впереди стремительно увеличивался. Желтый светок нам дарил надежду. Там мама, сестра, спасение! И спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной. Может, потому что Соба умеет летать? Я уже как карабкался по крыльцу, как вдруг КМ-глаз заметил еще одну фигуру. Схерошный волчок выпался с угольной тени дом, перегородив путь. Он двигался дерганно, хаотично, словно припрясывал какой-то жуткий танец. Или кортился в припадке. И пускай я четко увидел, что волчья морда, обыкновенная маска, что-то в судорогах оборотня заставила меня окоченеть. Ряженый потерся боком о столб крыльца и припал на четвереньки. Выпнулся так, что позвоночник должен был хруст. Глаза абразивных за сверками, но зверь не нападал. Он ползал вокруг пластунски, то трусил на четырех конечностях. И за движущей челюсть я перебирал ногами, пытаясь удержаться в поле зрения. Из порезов маски сочилась жидкость. Тягучие капли падали на доску. Слюна, догадался я. Какая-то сила толкнула в спину и шепнула, спасайся. Штагеты с заборами замельчишли. Это что за херня это было? Я снова бежал в обратную сторону, зубастый пахнущий хвою кромки леса. Удари сердца отмеряли время. Блочок позади, будто забыв человеческую речь, рычал. Правая нога застарела в припорошенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь. Подо мной струились зубучие снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жадность даже в жизни будто вырвала меня из ловушки. Тьма подкрадывалась все ближе, напоминая едкий дым погребальных остров. Я снова побежал, вдыхая колючий воздух, волосы развивались на ветру. Падая, я обронил шапку и уши запекло до этого мороза, пока я сам взял подкор. Поль наконец закончилась. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я рюкнул за деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрывая на ладонью лицо, чтобы случайно суп не лишил глада, как у тяжечки глада. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники гнавшие скотину прямиком мясорубку. Узел выбившихся из почвы корней прихватился за стеку. Я грезлся в шершавый столб, сполз к самому его основанию и в панике оглянулся. Ой. Первым желанием было кинуться к ней и обнять ее. Но я поборолся и плотнее претелся к сосне. Что ты здесь делаешь? Да вот. Она претелила мне потерянную шапку. У перона ходок подрабатываю. Надевай. А то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Да-да. Я подозрительно смотрел то на нее, то на шапку, будто боясь, что в руке Алиса окажется что-то вроде отрубленной головы или еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. О, я забрал ее и натянул по самой брови. Тепло. Я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя, что ли? Нет. Отчего же ты убежал? Ответ был очевиден, но покатав мысль на языке, я лишь пробурчал. Не знаю. Пробурчал. Сука, пробурчал. Эх, обещал не обзывать тебя дурачком. А я обещание исполняю. Она подошла вплотную и взяла под локоть. Кусу какой довольный сразу стал. Я почувствовал запах апельсинов, мяты, сгоревших бенгальских огней. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы распробовать все тонкости ароматов. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Я твой друг. Я не Ни. Я быстро обернулся сюда, куда показывал лисичкам. На краю опушки появились дети в масках, по крайней мере, все они были небольшого роста. Волчок, сова и медвежонок. Али фыркали, задыхаясь, явно утомясь от бега. Я в духу упала, ты в снег провалился. Ебать они все страшные. Стало снег копать не от тебя. А я не копал. Блин, копать было. А ну как получается? Если дурак, то бегай, накопай. А если умный, подожди пока другие набегаются, накопаются и устанут. Блядь, это по звуку, по голосу, как будто это The Simon. Ну в принципе... Да нет, ну не Семен, тогда он был бы хрюнделем. Ну нет. Да и к тому же... А что у него с голосом? Почему? А, кстати-ка, а что у него с рукой? Стоп, а на какой руке была впечатка у The Simon? По-моему на левой. У этого человека тоже левая, перевязанная. Мы же видели сначала то, что там был отрубленный палец. Что, это Семен, что ли? Но мне не нравится то, что... Какой у него там отголосок за голосом. Это какой-то пиздец, честно говоря. Ну ладно, будем посмотреть. Уж так даже вадя разговор. Как я рад! Дегенерат! А? Не обращай внимания. Он со странностями. Да я вижу, что он ёбнут. Я понял, что стою с открытым ртом и с бессильно опущенными руками. Не знаю, как реагировать на слава поздних гостей, я все-таки выдавил подобие улыбки. Просто меня напугали. А они начали переглядываться, а кто-то даже фыркнул, словно услышал шут. Да, да! Лесоправо! Это он! Нет, это наш! Товарищ! Неужели нашли! На жальчик! Да, комрад! Это Ауа! Да, да! Похож! Извесившийся от радости волчок раночком махает челюстью частью костюма, словно хвостом. Ну, конечно, ты первый! Это волчек раньше всех почуял зайчиков тебе и рассказал нам. Здравствуй! Здорово, начальник! Начальник, привет! С нашей совушкой ты знаком не понаслышке. Не такая уж она и страшная, правда? Нихуя! Я обосрался. В прошлый раз, когда играл. Да, наверное. А этот улыбчивый бугарь? Недвижутка! Ты лучше с ним поласкай, а то голову откусит. Зачем это? По приколу! Да, смотрю, ты чувства юмора где-то обронил. Я все еще, сомневаясь в благих намерениях причудливых зверят, спрятал руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры крановальных масок вместо глаз. Алиса наиграну подбочинилась и как-то ухитрилась подмигнуть своей рыжей личиной. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчике, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Чур, я звенеть не буду. У меня лапка болеет. Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал! Это добрый знак! Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Сука! Я думала, это под силу только Диснейленда. Откуда ты знаешь? Да так, прочитала кое-где. Про меня? Про клюб от воробья! Про Диснейленд, Яхонтовый. Ты умеешь читать по-человечески. Зря я что-ли в школу хожу день ото дня. И она кетливо запела. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учить в школе, учить в школе, учить в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учить в школе, учить в школе, учить в школе. Основа основ, было только что произнесено. Я осторожно засмеялся. Новые знакомые уже не отпугивали, а напорочих привлекали. Было в них что-то особенное. И в этой опушке, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот. С земли в темное небо. Как-то прокручены задом наперед пленки. Дети в маску приближались, я ощутил их прикосновения. Они хлопали дружески, трогали мою одежду, словно проверяли, что я настоящий. В их прикосновениях не было звериной жестокости. Лишь чистое, незамутненное любопытство ребенка. Я почему-то сказал про себя. Им можно доверять. Снежинки все планировали ввысь. Никто тебя больше не обидит. Драк, пусть только попробуют. Да нихуя себе тихонько. У меня так, как раньше затресся. Ну ладно. Лиса пизданула меня, в полечо и рассмеялась. Ну что, Тоша, убежишь с воплями или с нами пойдешь? Саундтрек Человекста. Куда? На аттракционы! В ту же секунду далекий звук флейта нарушил обманчивый тишину тайги. Прекрасной таинствой он вызвал в памяти зов хрусталя, звон хрусталя и журшания студенного ручья. Если какие-то сомнения оставались, то песня развеяла их. Я пошел за моими новыми друзьями, прежде чем принял решение. О, ёпт. Там в левую часть экрана какая-то херь двелось. Ноги сами переступали, а образованные сосны туннели раздвигались. Кусты кланялись перед нашей процессией. Все это напоминало сон. Впереди даже поляна, на которой мы выбрались, я видел по сне. Флейта, как чудесная птица, парила где-то высоко между темных крон. Снежинки взлетая, закручивались спиралью. Она окрашивала ветви в серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула, я разделял ее в стук. Задрав голову, я смотрел вверх. Очень красиво. Это мелочи. Я покажу гораздо больше. Если захочешь. А это, 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 не того самого, не гейм-контент, если так можно выразиться. Я хотел, как сильно я хотел увидеть то, что видела. Лесить своими спрятанными в полутеме капюшонок глазами. Ну, так да, ладно. Северя смущала не то, что дети носили маски, а то, что я был без маски. Точно, главное, январском витуре. Скажите, а зачем вам маски? Я не боялся, хотя меня и трясло. Дружба не от холода, а от островного волнения, предвкушения, чего-то невероятного. А тебе зачем? Я затронулся на парохладной щеке. Ну, ёпта, холодно, это, согреться надо. Я без маски. Обожаю человеческие сказки. А, в этом плане. Человеческие ласки? Человеческие дрязги. Я же говорила. Все жители поселка носят маски. Блин, только сейчас подумал. Ебать, это какой-то ОПГ, блин. Только скрываются за ними от них не люди. И даже я? Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. И шапку. И твое настоящее лицо. Я увидел маску, которую я сам не протягивала. Саму маску заяца. Похоже на серебряный слиток в лунном свете. А, смотрите, если мне предлагают выбор. Либо принять маску. Ну, если мне сейчас дадут выбор, либо принять маску, я пошлю нахуй. Как это сделать с Симеоном. Потому что нахуй. Нет, я вам не зайчик-попрыгайчик. Идите нахуй. Я... А кто я? Эй, хер себе вами. Я НКВДшник. Любопытно стало, как космейница мер, если взглянуть свой спререди. Прорези. Но вдруг струк дом просочит... А, но вдруг струк дом просочившаяся сквозь мелодии флейты... Че? Просачиваясь сквозь мелодии флейты, меня посетило озарение. Очки, которые они нашли, были у Симеона. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Или хуже. А куда подевался Симен? Что с ним стало? И с остальными детьми. Медвежонок и сова переглянулись. Волочки задолжен шансов, кому колесичка чуть опустила острый носик масла. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Он мил бы я крестить, перекрестился бы. Хотите сказать, это был человек? Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Ну, с биологической точки зрения, да. Гомо сапиенс. Взрослый, да? Вот в Брянской области недавно произошел случай. Опять скул-шутинга. Девочка-восьмиклассница. Одним словом, взрослый. Совсем может такое произойти. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. И я сегодня какой-то негрустный. Антон, а ты... Я задумался глядя в лес, пытаясь определить, откуда носится звук флейта. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за чистоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейта. Сейчас идем тосковать, и займемся отдыхом. Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы. Лисичка извлекла из кармана в горы с конфетой, вручила по очереди всем детям. Сошуршали фантики. Тот же запахло ананасом как ау и дыней. Не надо, не хочу. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Что-а-о-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Сука. Блядь, а представьте, если это реально Лиса. Представьте, что она этими лапами делала. Последнюю конфету вамфельную мою любимую Лиса вложила мне прямо в рот. Язык как бы волокол пряностью. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой прибегали яркие искоки. Блять, нас фурифицируют Сука, нет, Антон, не поддавайся Мы не станем фури Мешков, я прожевал вафли и шоколад Проглотил их Да, проглотил их наслаждаться Благодарность вышла глуховатой Потому что мои губы уже Касались маской Я не заметил, как поднес ее к лицу От папье-маши исходило тепло Маска льнула к коже И приятно пощипывала Так, после зимней прогулки В горячую ванну Так я нырял после зимней прогулки В горячую ванну И мурчала Что? Мурчат? Пены ванны Что? Лежал? Это твое! Мое! Что стоим? За нас веселиться никто не будет Мелодия кружилась по поляне, как вихрь Не терпелось выпустить ту энергию Тот жар, который переполняла чарующая музыка С вопрыгнула и исчезла высоко вверху От головы раздался ее смех А потом она приземлилась обратно В рыче я отдуваюсь И ты так можешь! Попробуй! Я попробовал? Многи отолкнулись от земли Я взлетел от ракеты к звездам И закричал от счастья, увидев своих друзей внизу Охренеть, все стало цветным Видимо Нам дали Так сказать Не просто конфету А с секретными ингредиентами О! Если бы помогал мне сеть, словно бы я Скакал на огромном батусе Луна не такая огромная Клише А! Клише! Клише, ребята! Во-первых, Луна не такая огромная Во-вторых Каждый раз у Луна у нас полная В полной фазе Так что, ребята Хотя у нас там какие числа? Января? По-моему, 13-е Где-то так 13-е, 14-е Не помню, честно говоря Потому что, по-моему, было 6-е, 7-е Когда мы Выходили Ну, в школу в первый раз зашли И там говорили потом, что неделя прошла Так что ХЗ, возможно Возможно, возможно Но Луна не такая большая У нас стало ближе А потом я полетел вниз Лишь в мгновение испугался Что сломаю ноги Но подошвы твердые Встали не снять А может так не орать? И все полиции станут ягью Я так счастлива Наконец-то брести тебя Зайчик! Ага То есть ей нахуй не нужен Антон Мне нужен зайчик Блядь, лучше бы выбрал Полину Мммм Да похер Связан с восторгом Я понял главное И четверо не причинят мне вреда А настоящие враги Я чувствую Это кажется шерстинка своей маски Те, кто далек от волшебства Люди из поселка Я понял, что все вокруг по-настоящему живое Услышал, как стонет под снегом сухая трава Увидел, что у деревьев и звезд есть лица Деревья ухмылялись А звезды кортились в страхе Правильно бойтесь Я допрыгнул до васы Я щелкнул зубами Затем Закричал ликующе И прыгнул одновременно с лесой Мы полетели выше С самого высоких сосен И застали в воздухе Закружились Алиса кружилась в такт Я знал, что она улыбается И улыбался сам А Фрейдов все играл и играл Унося на свысь Ты че опять в облаках витаешь? С вами полетаешь С вами полетаешь Сона подумал я Отклеивая подбородок от парта Мы слегка ныли Но это было приятное чувство Все чего-то вновь Слоняясь по классу Передавали друг другу записки И шушукались Их физиономии Казались выцветшими масками Блеклыми и скучными Я зимнул Смея, как Прил высоко над лесом А рядом смеялась Алиса и крепко сжимала Мою ладонь Возможно И почти наверняка Это был сон Потому что Из леса я не возвращался А проснулся домой В кровати Обыкновенным утром С чаем и таблетками Меня мало что тревожило Разумное объяснение Ночным танцем Куда важнее для меня Было чувство полета Знание о том Какого висеть Над пиками точеными Ну чего? Что? Так Знание того Как хорошо На пиках точеных сидеть Ага Че-че Пока ты носом клевал Катька пропала Охуй Абсолютно Сон как рукой снял Я не доверяю Чего нахмутился Да похуй Нам же лучше Она нас чуть Ментам не сдала Так что Туда ей дорога Внимание Пропал ребенок Смирнова Катя 12 лет Учениц 6 класса Последний раз Катю видели Днем 16 января А Сейчас То есть вчера Было 16 января 16 января Ну да Я же говорю Где-то там В числах 13-14-15 Января В школьном дворе Приметы Рост 155 Глаза зеленые Волосы Светло-русые Худощавые телосложения Была одета В куртку с капюшоном На меху Вязанную шапку Сэмпомпоном Белый шарф И пертачки Особый примет Носит резинку Для волос В виде земляники Всем, кто может сообщить Бла-бла-бла Так 22 минуты Сейчас получается Смотрел я Купленова От того мета До конца Третьего эпизода Было 25 минут Ну чё Ну я так Не смотрел в плане Я посмотрел Сколько мне Для серии Осталось сделать Так что Ну блин Прикольно чё Попрыгали Там Повеселились Чё Прикольно, да Ну спасибо всем За просмотр Не забывайте Ставить лайки Подписываться на канал Всем удачи И б...